Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИЯ. В настоящее время ранее грозный F-22, похоже, утратил свою популярность, по словам майора Отли, из 422-й испытательной эскадрильи на базе армии США в Нелесе. F-22 подвергнется модернизации, чтобы продолжать помогать американским военным сохранять доминирование в течение следующего десятилетия или около того. В основе модернизации лежит испытание совместной усовершенствованной тактической ракеты класса воздух-воздух АИМ-260. Разработка этой ракеты находится в критической точке своего развития, и этой осенью, скорее всего, мы ее уже увидим. Дальность стрельбы АИМ-260 значительно превышает дальность стрельбы АИМ-120 и может даже приблизиться к 300 километрам. Кроме того, он имеет композитный режим наведения, а также возможность противодействия скрытности. Модернизация F-22 также будет комплексной. Самолет будет оснащен новым терминалом объединенной тактической радиосистемы. Получит инфракрасное оборудование для поиска и слежения, а также обновленную систему идентификации свой-чужой. Если F-22 завершит все свои модернизации, то, как утверждается, запускаемые им АИМ-260 смогут значительно повысить эффективность дальних атак благодаря двусторонней передаче данных. Если посмотреть на процесс обновления вооружения ВВС США, становится ясно, что шестого поколения придется ждать около 10 лет, прежде чем оно сможет добиться успеха. В то время как аналогичные вооружения из России и Китая идут схожими темпами, что означает, что в то же время Су-57, Су-75 или, например, G-20 и даже G-35 нивелирует технологическое преимущество поколений, которое ВВС США имели в течение многих лет. Поскольку ракеты R-77 воздух-воздух средней дальности, используемая Су-57, имеют наступательную инициативу, США могут лишь попытаться ускорить разработку АИМ-260, что позволит повысить боевые возможности F-22 и сделать его способным противостоять Су-57. Насколько важен АИМ-260 для вооруженных сил США, давайте разбираться. После окончания Холодной войны темпы модернизации вооружений вооруженных сил США заметно замедлились. Например, ракеты средней дальности серии АИМ-120, которые являются стандартами для самолетов УВС страны, были приняты на вооружение в 1991 году, хотя в последующее десятилетие было разработано несколько подмоделей этой серии. Но сама серия АИМ-120, как старая платформа, почти исчерпала свой потенциал, и американские военные начинают опасаться, что они потеряют свое преимущество в воздушном бою, поскольку новые российские боеприпасы средней дальности становятся все более совершенными и в конечном итоге будут развернуты. В 2019 году компания Райтон и Лоткинт Мартин представили собственные проекты новых ракет класса воздух-воздух средней и большой дальности под кодовыми названиями Falcon и Куда. Их объединяет то, что они близки по размерам, весу и даже маневренности при перегрузке к обычным боевым ракетам ближнего радиуса действия, но имеют максимальную дальность, не уступающую АИМ-120С. Компания Лонхит Мартин сообщила, что Куда может также иметь кинетическую боевую часть и радиальные модулируемые по положению сопло-двигателя для улучшения маневренности и поражающей способности. В теории обе эти ракеты позволяют двухмоторному истребителю нести значительно больше боеприпасов, но они сталкиваются с серьезными техническими проблемами. И даже если они будут работать так, как ожидается, их максимальная дальность может оказаться недостаточной. Напротив, АИМ-260, которая по размерам и весу больше похожа на АИМ-120, является гораздо более реалистичной ракетой, также разработанной компанией Лонхит Мартин, и все еще основанной на той же основной технологии, что и АИМ-120Д, оружие которой может быть быстро создана. Параметры ракеты, представляющие наибольший интерес для военных США, это, несомненно, максимальная дальность. Европейская ракета воздух-воздух дальнего радиуса действия «Метеор» достигает дальности 150 км и скорости 4 маха, поскольку в ней используется твердотопливный реактивный двигатель. И наоборот, если увеличить диаметр и аэродинамику ракеты и добавить одноступенчатый твердотопливный ракетный двигатель, то тяга будет увеличена для достижения большей дальности и скорости. Но длина ракеты станет проблемой. Хотя АИМ-260 также разрабатывался с твердотопливным ракетным двигателем, в конечном итоге был выбран одноступенчатый твердотопливный ракетный двигатель, аналогичный двигателю АИМ-120С7, в связи с модернизацией встроенной стойки ракеты. Это дает ей дальность более 260 км, а контроль размеров настолько хорош, что оба современных стелсостребителя вооруженных сил США могут без проблем принять эту ракету. Стоит отметить, что этой ракетой могут быть оснащены и другие американские истребители и даже бомбардировщики. Еще одной особенностью АИМ-260 является использование многорежимной головки наведения, то есть активного радара, инфракрасной визуализации и режима слияния GPS. Так что способность ракета противостоять помехам и быстро наводиться на цель будет высоко гарантирована. Он также имеет двусторонний канал передачи данных, так что АИМ-260 может посылать свои собственные данные истребителям и собственному самолету раннего предупреждения после запуска, чтобы они могли определить параметры траектории запуска, скорость и пеленг, а также получать поправки к этим параметрам от другой страны, что в конечном итоге позволит сверхдальним высокоточным атакам стать нормализованными. Еще один пугающий аспект АИМ-260 – это зона недосягаемости. Как правило, после достижения определенной дальности ракета переходит в режим парения. И если в этот момент она обнаруживает воздушную цель, то совершает разворот и увеличивает перегрузку, чтобы пронестись над ней. В настоящее время большинство истребителей имеют перегрузку не более 8G, а ракеты воздух-воздух 20G, что затрудняет попадание. Значительно возросшая дальность АИМ-260 также значительно улучшила структуру его материала, а предел перегрузки и циклическая скорость быстро улучшились, что сильно затрудняет эффективные бегства среднего истребителя. АИМ-260 была разработана при участии армии, флота и ВВС США, поэтому вполне вероятно, что ракета будет разработана и для других платформ, таких как земля-воздух и море-воздух, что в конечном итоге усилит возможность ПВО средней дальности сухопутных войск и кораблей США. Поскольку ракету АИМ-260 так трудно заменить, она оказалась главным победителем в соревновании, и другие ракеты класса воздух-воздух в средней и большей дальности даже вынуждены были уступить ей место. А как думают наиболее подкованные и подготовленные зрители канала ТОП-АРМИ? Будет ли у России противовес американским супер-ракетам? Делимся своим мнением в комментариях под видео. И да, чтобы не пропустить следующий выпуск новостей, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok